Авария на коллекторе оставила без питьевой воды 27 тысяч жителей города Днепрородный и четырёх близлежащих сёл. ЧП произошло в понедельник вечером. На сегодняшний день уже организована доставка воды, а магистраль ремонтирует. Рабочее совещание по вопросу устранения последствий аварии провёл заместитель губернатора Геннадий Фукс. Как заверяют чиновники, через три дня трубопровод будет восстановлен. Без питьевой воды в настоящее время вынуждены обходиться 27 тысяч человек, жители Днепрородного и ещё четырёх сёл. На время ремонта магистрали её им возят по графику из Энергодара и Васильевки. На сегодня уже восстановлена поставка питьевой воды жителям сел Ульяновка, Тополины, Балки и Ведножина. В городе Днепрородного вода питьевая подаётся по графику. Кроме того, организован подвоз питьевой воды для населения и для объектов социальной сферы. Такие ЧП, как на самотёчном коллекторе в 7 километрах от Днепрородного, по словам чиновников, стали для области систематическими. Магистрали, проложенные десятки лет назад, уже не выдерживают нагрузок. Причиной последней аварии назван обвал почвы. Эти коллектора, которые были уложены ещё в 50-е, 60-е годы, они начинают давать сбой, они начинают проваливаться. На сегодня для ликвидации аварии задействовано 6 единиц техники, 2 аварийно-восстановительные бригады. При этом сложность проведения работ заключается в том, что сам канализационный коллектор находится на глубине приблизительно 6 метров и в открытом поле. Есть сегодня современные технологии, которые позволяют проходить внутри существующих коллекторов для того, чтобы не делать сплошным скрытие грунта. Подобных аварийных коллекторов, которые не сегодня-завтра обвалятся, в регионе более 80%, говорят специалисты. В идеале в год необходимо около 50 миллионов гривен для их постепенной замены. Но пока, по словам чиновников, на выделение из областного бюджета таких средств рассчитывать не приходится. У нас экофонд этого года будет на уровне 35 миллионов. И, естественно, какую-то часть с этих 35 миллионов, например, миллионов 10, мы сможем направить на коллектора. Это минимум, который я назвал. Тем не менее, сегодня на совещании было решено разработать новую программу необходимого ремонта всех аварийных коллекторов, которую можно было бы вынести на рассмотрение депутатов областного совета. А восстановление магистрали рядом с Днепрорудным, по словам специалистов, займет три дня.